Привет, народ! Привет всем! И сегодня мы посмотрим в очередной раз на, по моему мнению, уникальную игру в жанре экшен-приключения третьего лица, где мы, знаете, будем управлять вот таким вот милым зверьком, и который будет разбираться со всякими, я не знаю, жучками, паучками, блин, с помощью оружия, да. Так, я когда наткнулся на игру в Microsoft Store, сразу же, конечно же, было принято решение игру купить, и мне понравились скриншоты, мне понравился трейлер, очень сильно напоминает игру, в первую очередь, если, может быть, вы помните, игруха была на Xbox Original, которая называлась Konka, Konka Live and Reloaded, кстати, играется по обратной совместимости в 4К, все как надо на консолях Xbox Series X. Так вот, и я прям, знаете, прям загорелся вот этой игрушкой, и решил ее вместе с вами сейчас посмотреть. Так что давайте не будем это откладывать все в далекий ящик, будем приступать. Очень-очень милый зверек. Chameleon Games Сразу музыка, очень сильно нравится музыка, ребятки. Так, игра, как вы видите, поддерживает русские субтитры. Эм, давайте, новая игра. Да, твои воспоминания появятся прежде, чем ты начнешь игру. Ищи вот такие значки. Ну, окей. Будем искать вот такие значки непонятные. Синенькие. Что они дают? Без понятия. Я тоже здесь впервые, как говорится. Да, игрушка выглядит мое почтение. Именно этого я и ждал. Ну, а как у них красиво все. О, это Мордор. Это Мордор. Это сразу видно плохие. Вот и роды. Вот это музыка, ребята. Слушайте, мне что-то музыка вообще нравится. Прямо я играл ее сейчас впервые, но музыка мне очень сильно нравится. Могу представить, что когда я пройду игру, музыка реально впадет мне в память на долгие-долгие года. Да, обожаю такое. То есть, вот вам, пожалуйста, и индюшатина. Сразу с первого, я не знаю, с первых секунд мне нравится все. Мне нравится и визуал, мне нравится и тематика игры, мне нравится и музыка. То есть, вот вам, пожалуйста, опять же, пример отличия ААА блокбастов от индюшатины. Ребята, мое почтение. Кстати, графика 60 фпс, плавная, без понятия, как игра шла на Xbox One X в прошлом поколении. То есть, это абсолютно не нативный порт для Xbox Series X. То есть, эта игра идет по обратной совместимости. Давайте будем смотреть. Вот они, эти скворечники. И здесь нам надо троих вот этих вот синих птенца. Ну окей. Так, здесь все у нас выжжено. О, во-во-во, вот это мне сказали подбирать. Подобрано воспоминание. Ага, вон, кто и вон в букашке мне нужно идти. Вы посмотрите, как тут красиво, ребятки. Разрешение, конечно, намного ниже, чем 4К. То есть, здесь даже динамичного или динамического в го 4К нету. Но очень-очень красиво. И самое, что мне нравится, очень плавно идет. Повторюсь, без понятия, как игра шла в прошлом поколении на Xbox One X. Может быть, там были разлоченные FPS. Может быть, и так же игра хорошо шла. Не знаю. Так, мы можем туда идти. Но у нас есть задание собирать вот эти вот ништячки. Так что я туда не буду идти. А будем чисто идти, знаете, как говорится, по рельсам. Это, слава богу, не открытый мир. Да, вот нам светлячок показывает, куда бежать. И как же тут приятно находиться. Вы посмотрите, как все красиво сделано, а. Ну, инди-разработчики, ну, инди-разработчики. Все больше и больше понимаю, что... Как же они умудряются делать такие красивые и интересные игры. Посмотрите. О, что это? Трамплин еще не активирован. Ну, окей. Будем ждать тогда, когда трамплин активируется. Подобрано воспоминание. Еще одно. Я не знаю, зачем я это делаю. Но, скорее всего, когда-нибудь нам это напишут. Кстати, как вам сказать, сразу что бросается в глаза. У нас есть источник света, но наш главный герой вообще никакой тени не бросает. Видите, да? То есть, ничего страшного. Я прощаю им все. Так. Нажми, удерживай ЛТ для захвата. Затем нажми А, чтобы поймать. Так. Ух ты, смотрите, я как... И теперь прыжок. Опа. Поймал. Ха. Прикольно. Что это я поймал? И главное, для чего? А. Здесь я не могу. А здесь? А, вот здесь, чтобы активировать, нужен один вот такой цитлячок. Ну, давай активируем. Я его только что поймал. Сезам Эфнедий. То есть, Сезам, откройся. У меня консоль стоит на немецком языке, так что не удивляйтесь. Потому что игра, слава богу, дает изменять язык напрямую с меню. То есть, в меню вы заходите в раздел языки и меняете язык на тот язык, который вам нужен. Так что консоль у меня сейчас стоит на немецком языке. Из-за этого все будут трофеи, или как сказать, ачивки будут идти именно на немецком. Ну, ничего страшного. Опа-как. Опа-как. Вот это красотень, ребята. И именно вот это я видел на скринах. И я сразу загорелся этой игрой. Йо-карный бабай. К сожалению, Ютуб сожмет все. Потому что я отлично знаю, что все вот эти вот детальные места, знаете, так сказать, где много листвы, травы и все шевелится. Ютуб очень Ютубу это не нравится. Он начинает все очень-очень сильно скукоживать, как сказать вам. Начинает все уменьшать в размерах. И вы увидите абсолютно не то, что я вижу сейчас на моем экране. Я постараюсь, конечно же, камеру не сильно вертеть, чтобы, ну, вы понимаете, когда камера статичная, вы более-менее увидите все, что, знаете, всю эту красоту неописуемую. А она реально неописуемая. У меня словов не хватает описать, насколько это все красиво. И каждое дерево, вы посмотрите, почти каждое дерево. Нет, каждое дерево реально. И даже забор бросают тени. И теперь наш главный герой стал бросать тень. Смотрите, в пещере не бросал. Ребята, это уже мастхэв. То есть сейчас абсолютно по барабану, как игра будет развиваться. Мне просто интересно находиться в этом мире, что я много раз уже вам говорил. Ребята, это происходит нечасто, когда мне интересно в каких-то играх находиться. Особенно, конечно же, в, я так называю, так называемых ААА блокбастерах. Так, 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 так. Вы посмотрите, мы проходим через цветы, все шевелится. Ну, это вообще березка у нас здесь. Ха, класс. Так, у нас вон какой-то там тип вынырнул из-под земли. Давайте у него спросим, что, к чему и как ли у него дела. Не пугайся, я выжил, потому что спрятался здесь. Перепуганный насмерть. Я на твоей стороне, ты в порядке? Как печально, что тебя лишили семьи. Куда может быть еще хуже, когда лес сгорел, а твой дом разрушен, и так ли? И действительно, лес кишит вооруженными безжалостными насекомыми. Они строят заводы, расширяя свои владения и загрязняя все вокруг. Как плохо, я просто дождусь конца света здесь. Угу, конца света. Если ты ничего не имеешь против. А, прости, нам придется выпутываться из этого вместе. Мой печальный пушистый друг, позволь мне заключить тебя в теплые ежовые объятия. Все будет хорошо. Эй, мы ведь не можем ломиться в хорошо охраняемый лес, подобно хныкающим мартышкам, а? Возьми это. Он мне дает ствол, вы можете себе представить. Он у нас как дилер. Ежик у нас дает всем стволы. Целься, используя Р, удерживая РТ, чтобы стрелять. После нескольких выстрелов скорострельность снижается. А, кулдаун. Удерживая ЛТ для захвата находящихся над тобой предметов или врагов. Окей, видишь, на переключатель. Попробую захватить его, затем выстрелили по нему, чтобы активировать дверь. Ну, давайте. И вот, ребята, у нас теперь ствол появился. Ха-ха-ха. Теперь мы уже не такой милы, да? Когда мы со стволом. Но все равно. Самое прикольное, что ствол очень вписывается гармонично во всю вот эту вот картину общую. То есть он синий, он не какой-то там, знаете, серый, металлический. Нет, он синий. Классно. Так. Мне сказали там прицелиться, я это все помню. Но я хочу посмотреть, что здесь. Дверь закрыта. Ну, окей. Так. Мне прям плашка показывает, куда идти. Вы меня знаете, я постоянно осматриваюсь. Мне очень интересно осмотреться. И ну-ка, хотя бы один расстрельнуть. Ого. Ничего себе скорострельность у оружия. Ха. Ага. И у меня 150 патронов. А патроны, они как-то заканчиваются? Или... Патроны заканчиваются, и их можно будет как-то подбирать? Или я немножко не понимаю? Как тут красиво. Я вообще словов не нахожу просто. Опа. Первые недоброжелатели. Лес Френа. Лес Френа. Ага, насекомые. Окей. Ага, это типа наша жизнь. Ага, боеприпасы заканчиваются все-таки, окей. А, в их домике, помните, да? Так, и как я мог посмотреть, у нас здесь цель захватывается как в Headhunter во второй части, если кто помнит эту игру. Круто. Я, к сожалению, не знаю, забивает меня музыка или нет. Я вроде бы все выключил по минимуму, но мне кажется, очень громкий звук. Красиво! О, птица! Иди сюда. Да, нацеливание здесь еще кто, ребята. Давай сначала одного, а потом уже. Так, смотрим за боеприпасами, ребятки. Не позволяем им заканчиваться. Ха, лицензия на убийство, дали ачивку. А, я могу подбирать с... Упавших насекомых могу подбирать патроны. Ну, это вообще красотенечка, ребятки. Управляется плавно, даже чересчур плавно. Очень, очень классно. Пока все нравится. Так, дверь закрыта. Скорее всего, когда-то откроется, не знаю. Туда пока не могу. Туда пока не могу. Гильзы как отлетают, слышно на пол, да? Вообще. Опа. Кто? А, над головой. Меня же предупредили. Сдерегаться врагов над головой. Отлично. О, птица. Какие-то ништяки. Я даже не знаю, что я подбираю, но... Что-то подбирается, без понятия, что это такое. Опа. Где-то, где-то кто-то стреляет, я слышу. А, вон он, опять над... Отлично. Пока делает фан вообще нереальный. Очень интересно. Очень интересно стрелять. Очень интересно находиться в игре. Вышка. Просто вышка. Так, а туда я смогу как-нибудь? Нет. Там ничего, в принципе, и нету, или? Да, там ничего нету. А если стрельнуть? Нет. Так, можно налево, можно направо. Куда пойдем? Ну, пойдемте сюда. Так, там чекпоинт. А ну-ка, что тут? О, здесь покрасивее. Пойдемте сюда. Чекпоинт. Отлично. То есть, если мы теперь ласты склеим, начнем именно отсюда. Это дроны, наверное, да? Это дроны, о которых меня предупредили. Хм, изи. Не забываем подбирать вот эти ништяки, которые кругом лежат. О, что это? А, это здесь патроны лежали бы. А как вот это открыть? Можно здесь стрельнуть? Открывается лишь... Что там было написано? О, я не прочитал. Открывается лишь... Но я могу цель... При ведении беглого огня. А, значит мне ствол другой нужен, который будет открывать вот это все дело. Хм, окей. Так, я оттуда пришел с чекпоинта. У нас есть дорога, да, туда. Но я хочу сходить наверх, посмотреть, что здесь есть. Здесь 100% ништяки запрятаны будут. Ах, птицы! Мне вас спасти надо. Как вас спасти? Как-то сзади подойти можно будет, окей. К сожалению, закрыто. Это, скорее всего, наш путь назад. Когда мы там все сделаем, наш путь назад будет. Как сюда забраться? Не знаю, как туда забраться, но окей. О-о-о-о! Ты че, босс? Е! Так, я этого, значит, убил, и с помощью него или его у нас открывается та дверь. Теперь я понимаю, как здесь все связано, это очень прикольно. Или я просто, когда в него стрелял, попал... А, да-да-да-да, ребята, он стоял вот здесь и заграждал своим спиной, защищенным панцирем, вот эту штуку. Все, теперь понятно тогда. Там вон что наверху, а, ребятки, вон там вон. Я знаю, вот здесь вот у нас дверь открылась, сейчас мы туда пойдем. Вон туда, как попасть? Там тоже птенец закрытый в клетку. А чекпоинт я могу два раза активировать? Как вы думаете? Я думаю, нет, потому что флаг красный. Да, к сожалению, не могу. То есть, если ласты склею, то придется это все заново делать. Но ничего страшного. Игрушка, насколько я знаю, идет где-то примерно часов пять, максимально шесть. Так. Оу, ежик, ты мне опять сейчас ствол какой-нибудь дашь? Кто бы мог подумать, маленький император Тамарин мягко стреляет, да жестко спать. А, мягко стелит, да жестко спать. Ты никогда не сдаешься. Но это опасный лес. Такой вот он. И мне явно хотелось бы просто улучшить тебя. Улучшить. Будет ли возможность попросить об одолжении на этот раз? Я собираю предметы. Маленькие, красные предметы. А, вот что мы с вами поднимали. Всего несколько жетонов насекомых. Если ты ничего не имеешь против. То, конечно, давай, боже мой, нам бегло стрельный огонь нужен. Пулемет. Это оружие позволит вести быстрый, но не точечный огонь. Переключайте оружие с помощью икса. Ну же, сделаем это. Давай спасем твою семью. Теперь у нас, ребятки, есть беглый огонь. И вот куда я не смог запрыгнуть. Помните, да? Я был вон там, вон снизу, и я пытался сюда запрыгнуть. То есть здесь опять такая небольшая метродвейня. Это очень круто, ребятки. Так, теперь у нас, как я уже и сказал, есть беглый огонь. Так что мы идем к тому, я не помню, к той двери, к тем воротам. И стреляем по замку. Вот здесь вот. Беглый огонь у нас есть. Ну? Ну беглый же огонь был. Так. Я чего-то не понимаю, ребятки. У меня же и беглый огонь. А, просто нужно близко подойти было. Так, и сразу патроны. А-а-а, смотрите. Боеприпасы поднимаются и исчезают. Они не респаунятся. Если они не будут респауниться, это будет плохо. То есть в игре будут проблемы иногда с... Рано или поздно с оружием. Как красиво тени падают от деревьев, а, ребята? Опять же, может быть, вы скажете, да, они падают в каждой игре. Нет, я про эту игру говорю. Именно про эту. Это инди проект. Нифига себе пулемет. Вот это, да, ребятки? Ха! Вот и зверек наш. Милый, милый... Как милый зверек, блин. О, как в Dark Souls можно... Трупы за собой таскать. Класс. У-у-у. Куда можно подняться? Можно. Что это? Боеприпасы для пулемета улучшены. Ага, это не просто боеприпасы, а улучшены. Интересно, они перманентно улучшаются? То есть до конца игры или только на некоторое время? Я не знаю. Так, секундочку. Возобновить всего. Что такое всего? А, вот это все нам нужно подбирать, ребят. То есть в игре, да, как вы видите, нужно играть на прогресс. То есть собирательство. И вот теперь представьте вот эту всю таблицу в каком-нибудь открытом мире. И вот, как говорится, бегай и развлекайся, ищи свищи. Здесь же все более-менее понятно, так как игра не открытый мир. Все можно будет рано или поздно собрать. Оу! С каких это пор теперь наша... С таких пор... Защитные ограждения теперь ломаются-то вы что? Оу-у-у! Патроны кончились! Переключаемся на наш пистолет. Пистолет-булемет. Отличненько. Отлично! Зверска! Круто! Подобраны обычные боеприпасы. Ну-ка, если я буду стрелять, я смогу раздолбать этот... Да, да-да-да, ребята. Так что... Прятаться за укрытием... Будет не всегда хорошо. Ну да ладно. Здесь у нас 100% будет где-то этот... Эм... Босс. Эй! Вы прикиньте! Он птенца убил! Вы видели? Интересно, а можно это как-то исправить? То есть по-быстрому влететь сюда и сразу убить вот этого муравья? То есть мне теперь интересно, а птенцы... Птенцы засчитываются здесь или можно реально вот... Ну вы понимаете, что я хочу этим сказать. То есть я проспал птенца, или как сказать? Все. Ложанул. Очень интересно. Ха, здесь тень появилась. Смотрите, маленькая такая, кругленькая тень. Прикольно. Раньше не было, помните, в этих пещерах. И как здесь вообще вот это освещение обалденное? Вы посмотрите, здесь у нас такой синеватый оттенок, холодный. Здесь теплее, и здесь вообще теплый. Смотрите. Очень красиво сделано. Все прям с душой, все так... Ах! Волшебство просто невероятное! Отстань! Отстань от птенцов! Птенцы, я вас спасу, друзья мои. Я вас всех... Ах, секундочку, я только с камерой справлюсь. Почему-то вот именно вот здесь, между вот этих двух ящиков, камера с ума сходит. А та камера отличная. То есть вообще 3D экшн. Без всяких этих. Еее! Как все красиво разлетаются перья, когда я поднимаю птенцов. Вы видели? Вы видите это? Это очень круто сделано. Факинг хелл. Друзья, у меня слов не находится. Просто насколько обалденные игры в Microsoft Store, да и в PlayStation Store, конечно же. Которые не выходили на дисках. И которые нигде купить нельзя, кроме как в цифре. Ё-моё! Ну, посмотрите. Вам не интересно здесь находиться? Мне интересно. Красотенечка такая. Так, где он? Где он? А, их здесь двое. Так, там еще один. А, визжат как эти, как поросенки. Слышите, да? Уэээ! Сколько патронов? А, патронов я. О, 240, 250. Так, почему я сюда бегу? Потому что я здесь видел небольшой вот такой вот ход. Прям закрытый, видите, да? Специально его замаскировали, чтобы я не увидел Но вы меня знаете, я очень зоркий Захожу в каждый уголок Так Уровень здоровья увеличен Ох, 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 это круто А, да я не могу, это просто вот сделано было из-за вот этого здоровья Смотрите, какой волшебный мир, друзья Так, это здесь нельзя прыгать, вот по этим штукам Нет, показалось, как будто, знаете, как будто лесенка специальная сделана такая Заманчивая Так, ничего нету в этих кустах Нет, смотрите, здесь ничего нету Ну и ладненько Один? Походу один, или? Походу один Оу, справа Если кто-то из вас, ребятки, играл в игру Headhunter 2 Redemption, по-моему, она называлась То с вот этой боевой системой вы сразу сдружитесь То есть я обожаю Headhunter вторую часть Он мне больше нравится, чем первый Потому что первый он такой более рундаментарный Второй там и графика классная И все, он на PlayStation 2 играл И вот боевая система, она один в один, как в Headhunter Так, можно туда пойти, но я еще здесь не осмотрелся Я все-все-все буду осматривать Так, можно патроны подобрать сразу же у нас Вот в эти домики не во все, да, можно заходить? Нет, судя по всему, не во все И смотрите там, вот куда я сейчас целюсь Видите, да, кто это? Это босс, да, опять Жук с таким панциром Панцирем Ребятки, скриншот, да, вот реально Хлоп и скриншот А вот теперь представьте, да, вот эту игру С улучшением для серии SX в 4К О, было бы, да Было бы очень-очень круто Красивая вода, красивые леса Не могу нарадоваться Так, здесь если бы я прошел вниз, я бы пришел сюда А я смог бы отсюда, да, смог бы, конечно Да, я же оттуда и пришел Все, тогда Я все, знаете, боюсь, чтобы что-нибудь пропустить Ништяк какой-нибудь там Или меч плюс 20 Так Следующий уровень Завершено, мы прошли лес за 23 минуты Ага Ребята, как я и сказал Смотрите, мы потеряли одного воробушка Которого я вам говорил Помните, да? То есть, когда врываемся в ту пещеру Нужно незамедлительно убивать муравья Иначе он воробушка просто берет и Шинкует Один воробушек пал смертью храбрых, как говорится Народ, вы слушаетесь вот эту музыку? Это нечто Не просто какой-то эмбиент, а реально У меня слов нету Так На диски хочу игру Хочу игру на диски Но мне кажется Да не не кажется Я точно почему-то знаю, что даже Limited Run не занимался Выпуском Этой игры на физических носителях Трамплин еще не активирован Окей, и зачем я сюда пришел? Если трамплин еще не активирован Что мне теперь делать? Или я что-то где-то не понял, наверное Да нет, смотрите О! Блин, еж! Ты че такой? Тебе удалось пройти через армию мерзких муравьев Впереди находится гора Френа Мирная гора Чтобы попасть туда, необходимо забраться в эту пещеру Разве бы тебе не было проще без всего этого тянущего вниз оружия? Не вижу ни одной лягушки Но скачущий тамарин будет прекрасным зрелищем О, пожалуйста, дай мне взглянуть Позаботиться о твоем Позаботиться о твоем Оружии, чтобы ты смог забраться в эту пещеру Да Изумительно, ты сможешь забраться А, забрать его у меня Когда мы доберемся до какого-нибудь опасного места Хочешь, я расскажу тебе, как лазать по горам? Давай Видишь тут край скалы? Угу Чтобы добраться до него Стань рядом с противоположным краем скалы И удерживай ЛТ Затем нажми А Добравшись до места гора Френа Взберись на гору И встреться со мной на вершине Я буду ждать тебя там Окей Тогда понятно А то я уж думал, что мне теперь делать Вот сюда Там мне нужно забраться Как он сказал? ЛТ и... Оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу О, опять это ништяки, которые мы можем давать ежу, да, и он с помощью вот этих вот непонятных штучек улучшает нам оружие. И вот этом, вот мне кажется, ребята, сейчас вот я вам скажу такую тему, что вот эта вот механика, вот именно с прыгалками, вот с одного уступа на другой, вот с помощью вон того его стрелки, мне кажется, это было добавлено уже после того, как игра вышла. То есть здесь, мне так кажется, я не уверен, но мне кажется, нам предстоило бы, как игра бы хотела, чтобы мы вот такими вот прыжками прыгали здесь, знаете, как-то. И это показалось, наверное, для игроков очень трудно, и нам сделали вот эту фишку, потому что, ну, это смотрится вот именно вот здесь, вот не так, как мне игра как бы рассказала. Хотя, хотя нет, ЛТ и зажмите один, вроде бы так и было, но это смотрится как добавление, не знаю. Потому что очень легко вот с этим вот прыжком в других играх, я не знаю, поняли вы, что я хотел этим сказать или нет, но очень-очень как бы любезно к игроку обходится вот эта вот система прыжков. Ты просто наводишь и прыгаешь, как кошка. В инди-играх такого не часто делают. Игры инди-игры, как вы знаете, некоторые разработчики реально пытаются затянуть какими-нибудь сложными прыжками или какими-нибудь сложными, я не знаю, боями, чтобы ее надольше хватило. А здесь, ну, очень мило, очень классно. Ну, надеюсь, вы поняли, что я хотел этим сказать, ребята. Гора Фрейна. Вот она, эта гора Фрейна, где нам ежик сказал с ним встретиться на вершине. Oh, my fucking god. Подобрано воспоминание. Слушайте, а можно я здесь останусь и все, и буду здесь до конца жизни? Отсюда просто неохота уходить с этой игры. Совокупность визуала, музыки, геймплея просто выше всяческих похвал. И это круто. Есть, кстати, люди на ютубе, как я мог посмотреть по ранешним видосам, которые ох из себя выходят, когда я хвалю инди-игры. Мне писали, как ты можешь хвалить инди-игру? Это дешевка, это никто в нее не играет. Ты посмотри на продажи. Да люди и такого не знают. Вот, 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 именно, именно, ребятки, именно. И именно я не за собой такую ответственность показывать вам такие игры, чтобы хотя бы на моем канале вы узнавали о таких вот, я не знаю, шедеврах. Потому что, ну, что толку сидеть и показывать GTA V или там, я не знаю, Cyberpunk 2077 по миллионному сотовому разу, про которую игру знают все. А вот действительно игры, которые нуждаются во внимании, не получают их. Потому что никто об них не говорит и никто их не показывает. И это просто, я не знаю, это мерзко. Это очень мерзко. Так. Можно сюда поместить, смотрите, вот этих вот воробушков. Три воробушка. И сейчас мы с вами посмотрим, что они дают. Ё-моё. Раз, два, три. И? А, его же поймать, поймать, поймать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, его же. Как это было? А, его можно просто вот так вот поймать, да? Или? А, вот, 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 вот сейчас. Смотрите, улыбка какая у Тамарина у нашего. Опа! Е, поймал. Довольный, как слон. Так. Ой-ой-ой, теперь мы можем туда идти и можем туда идти. Я прям не знаю, я... Вау! Мне охота везде побывать, конечно же. Это хороший или плохой? Я не знаю. По-моему, плохой. Да, это плохой. А как от него избавиться? Значит, никак. Их нельзя убивать, то есть, знаете, гринпис и всё такое, нам нужно просто от них убегать. Так, куда это меня приведёт здесь? А, никуда. А, можно ещё выше? И ещё выше! Ништяк подобрал. Прикольно. Оу, смотрите! Змея, видите? На том берегу. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. А как туда к ней попасть? Интересно, мой Тамарин, он может плавать? Нет, судя по всему, нет. Потому что этого бы не было здесь. Вот это, да, и моста бы не было, конечно же, если бы наш Тамарин мог бы плавать. Но прежде чем я туда пойду, я хочу туда вон вглубь сходить, чтобы посмотреть, что да как там. Кстати, когда солнце... Ага. Где что появилось? А-а-а-а, я не знаю, в какую сторону бежать. А, вон в ту сторону, вон в ту сторону. Понятно, 7 секунд, у этого уже мне не хватит. Секундочку, сейчас подождём. Кстати, заметьте, когда у нас нет прямого источника света, когда у нас наше местоположение находится в тени, игра ещё красивее. То есть, сочнее цвета становятся. А когда прям солнце падает, у нас цвета прям такие блеклые, потому что всё находится в свете. Так. И теперь побежали. Бегом, 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 Тамаринчик, бегом. Бегом, 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 бегом. Шесть. Пять. Yes. Ой, ещё один светлячок теперь появился. Круто. А вот где он? Кто-нибудь помнит, где этот светлячок? Я не помню. Так. Стоп-стоп-стоп. Испытание завершено. А где? Я же слышу, где-то он порхает. Хм, пока не вижу Если честно, не вижу, но окей, встречу 100% встречу, пока у нас есть чем заняться Так, здесь у нас конец карты Туда нельзя И это хорошо Это очень-очень хорошо Может быть где-то вот здесь вот он появился, а? В начале? Это он? Нет, это не он Хм К сожалению, в упор не вижу Ну окей Пойдем к змее Посмотрим, что она нам скажет Чего-чего-чего тут было? Читать Гора, не упади в воду Здесь еще у нас что-то появится Смотрите, трамплин еще не активирован У нас какая-то фишка появится И мы сможем активировать трамплины Так, змея Она плохая или нет? Да, она плохая, ребятки Она плохая Вообще Так, здесь у нас ничего нету Где светлячок? Где я его активировал? Йоксель-темоксель Где? Так, здесь можно опять этих поселить Но у меня... А, давайте, давайте, давайте Еще сейчас где-то светлячок появится Мы его сможем где-то поднять А, вот он сразу Хопа Ее Та-та-та-та Довольный Вообще, пацанчик радуется так прикольно Ага, тут закрыто Так, здесь трамплин еще не активирован А с помощью вот этих вот ящиков Я смогу туда забраться? Да нет, скорее всего нет Потому что трамплин был бы здесь не нужен Как бы Секундочку Опять с камерой Нет, я туда... Нет Нет-нет-нет-нет-нет-нет Это можно даже не пытаться Трамплин нужен по-любому И отсюда, да? Да, я отсюда пришел Здесь ничего у нас в этом нету? Нет А вот сюда вот Забраться... А, я оттуда пришел Или... Где змея была? Нет, змея у нас Змея вот тут вот Или? Да, змея вот тут вот Значит, можно вон туда вверх А, я же здесь был, да Или? Не помню Смотрите, там нет доброжелателей стоят А у меня стволов нету Где ежик-то? Ежик Мы с тобой договаривались Где-то на горе здесь На вершине горы встретиться Где ты, дружище? Мне нужны стволы Без стволов я дальше не смогу пройти Опа! Нифига себе! Ха-ха, прикольно Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп А, здесь можно перепрыгнуть Вот это круто Оп Еще один Змей Ох! Хорошо, что он меня не сбрасывает, а Может быть даже в первой версии игры Он нас сбрасывал бы Вон туда Потому что, ну мне кажется Опять же, вот знаете Вот такое место Где в других бы играх Меня бы сбросили вон туда вниз И мне бы пришлось здесь забираться по-новому А здесь сейчас змея Только немножко жизни отнимает Вот некоторые места такие есть Что мне кажется Они улучшены Они улучшены с патчем Кажется мне вот просто Я не могу вам вот этого объяснить Просто не первая игра В которую я играю И иногда геймплей механика Но очень дружелюбно настроена к игроку Не всегда так В играх Я ждал тебя Беспомощный малыш Нет-нет-нет-нет Ты Точно не такой Вот что я тебе расскажу Мне так давно уже хочется Отведать красных ягод Пришествие будет долгим Сможешь добыть их для меня Маленьких красненьких смородинок Буквально несколько красненьких смородинок И мы продолжим хорошо У меня 60 26 красных смородинок Сколько тебе надо? 20 Активирован трамплин, ребятки Вот он трамплин Прыгни на него с помощью А Чтобы забраться выше Отлично У меня здесь есть упругая доска Которая тебе поможет Просто прыгай на нее И она подбросит тебя высоко в воздух Удачно выбранный момент для прыжка Позволит подпрыгнуть еще выше Понятно Переходим к следующему заданию Это брошенные развалины Если ты думаешь, что они брошены Тебе лучше хорошенько подумать еще раз Под землей Вот где жили насекомые Продвигаясь из глубин владения королевства Насекомых продолжали множиться и разрастаться Поглощая, завоевывая, овладевая Без оглядки на других живых существ Они начали сметать с лица земли Прекраснейшие места и животных Мы не можем позволить Чтобы и с нами такое случилось, верно? Но колючка У меня лапы мерзнут Что они здесь делают? Колючка, это, наверное, мат какой-то Быть может, светлячки смогут показать Я более безопасный путь В твои единственный мир насекомых Они такие загадочные и блистательные Интересно, они тоже насекомые? Итак, взгляни на развалины Давай встретимся там снова Та-дам! Окей! Теперь вот туда, если я пойду Куда я пойду? Вы помните, у меня еще в самом начале Дверь была открытая, одна Плюс у меня вот здесь вот разветвление Было вот на этой карте Помните, да? Вот я оттуда сверху пришел Прям даже и не знаю Здесь, если это как в метро Двейне Что мне больше всего кажется То, скорее всего, мы в любой момент Можем вернуться вот сюда вот Хотя, кто его знает? Кто его знает? Так, куда я попал? Куда-то попал опять в какую-то... И вот эти палки, ребята Вот эти палки, опять они кажутся, знаете, Как ни к селу, ни к городу Опять, мне кажется, добавленным элементом После того, как игра вышла То есть вот здесь игроки, наверное, прыгают куда-то И или умирают, или попадают не туда А здесь теперь вот эта палка Она точно показывает, где нам нужно спуститься А, можно даже за нее взяться, смотрите То есть понимаете, да, о чем я хочу сказать? Еее, еще один светлячок И, кстати, у меня жизни мало Так Еще какой-то ништяк Без понятия, что это все такое Но подбираем Все, что плохо лежит Все подбираем А я могу туда выйти А здесь у нас где-то доска появилась Ведь да И вот это что такое? Здесь куда я могу пойти? Здесь я могу пойти Но у меня чего-то не хватает, да? Судя по всему Да-да-да-да-да Здесь какой-то цветок Нужно, наверное, посадить И он разрастется И мостик сделает Здесь сто процентов Мне сюда еще пока нельзя Класс, класс, класс Метродвейни Чистой воды, ребятки Каждый раз у нас появляются какие-то Ага Ес А, только из-за одной смородинки, что ли? Окей И теперь можно с чистой совестью Выходить из Этой пещеры Где мы появляемся? Мы появляемся где-то Ааа, смотрите, смотрите, смотрите Вот это нам показывали в заставке Если мы сюда пойдем Что будет здесь? Ааа, все понятно, понятно Вот он этот мостик И вот наверх Да, вот он этот трамплин появился Понятно То есть все связано между собой Обалденно Обожаю такое Так Очень-очень импровизированная стена Которая, мне кажется, развалится Когда мы сейчас до нее дойдем Хотя нет, трамплина бы не было И вы помните Я до сих пор не подобрал одного Светлячка Который появился где-то на камнях И я его проспал Вот это что? Куда это ведет? Ааа, да, вот мы бежали Вот это Вот это место я вообще не видел Прикиньте Так, у нас ни одного, да Этого нету Теперь Да, к сожалению, ни одного нету И теперь давайте Пойдем через стену Посмотрим, что там И вот они, эти развалины Правильно я понимаю? По-моему, правильно Ааа, светлячок Эй Где он? Хм Вон он Тихо-тихо-тихо-тихо Оп Поймал Йас Ха, я больше радуюсь Чем наш Тамарин Так называемый Так Зачищаем все полностью Подрезаем все Что плохо лежит Это, как бы говорится Это не воровство Это Тупо Выживание Так И да У нас единственный путь Вон туда, вон вниз Опять уже 28 смородинок Нифика себе Опа И вот я пришел опять в какую-то А у меня есть, да, светлячок? По-моему, есть Да-да-да-да-да И как это было? Кто-нибудь помнит? А, нет Надо 7 светлячков У меня только 5 У меня есть место Где один светлячок поймать Помните, да? Который я так и не понял Где он лежит А вот еще один Значит, ребятки Видите, бывают места Куда мы приходим У нас чего-то не хватает И вот теперь, как говорится Беги И ищи Но у меня было Как вы помните Два места Так что сейчас мы пойдем Именно в начало То есть проблем никаких Вообще не вижу У меня есть еще даже Два или три места Куда можно сбегать Так, отсюда я пришел Сейчас мы здесь падаем вниз Идем через мост И на развилке идем Направо, да? По-моему По-моему, направо Ай-яй-яй Беги Вот сюда еще можно, да Да-да-да-да-да А, вон он светлячок Все, ребята, вижу Вон он, наверху Ау Эй, ты ирод С каменной башкой И А, ребята, и Неужели с другой стороны А, вон трамплин Ау-ау-ау-ау-ау И что она сейчас активирует? Эта кнопка Эта кнопка ничего не активирует Так-так-так-так-так Я не знаю, как туда попасть Мне скоро хана Мне скоро хана Я не помню, как здесь Ээээ Как здесь жизнь-то Добавляется Кто-нибудь из вас помнит? Я не помню, если честно И вот та кнопка была Как ее активировать? Хм Выполни сальто Назад в воздухе Удерживай Или нажми Ага Во-во-во-во Как мне Ох, тоже Смотрите, да Вот Вот такой вот домик И все Вокруг вода И жить всю жизнь Никто у тебя не подступится Как жизнь поправить? Да Так, можно еще вниз Смотрите, вот здесь вот я хочу Спрыгнуть вниз И тупо посмотреть Что у нас здесь есть Чтоб не дай бог Что-нибудь не пропустить А здесь в принципе У нас ничего и нету Или Ну хотя бы какой-нибудь ништяк Блин, ничего нету Иногда игра реально вознаграждает нас За наше любопытство А иногда нет Для чего это? Здесь ничего, да Такого сверхъестественного Нет, как я могу посмотреть О, я могу еще Смотрите О, я смогу А-а-а Ребята Поняли, да Я могу Крутиться Вот так вот И убивать их Так это вообще круто Так, чекпоинт, да Сработал Помните, да Но все мои собиралки Которые я собирал до этого Все собраны Видите, да Это круто Это круто И эти все, да Расставлены А, эти уже тут живут Вот как-то вон Сверху-то Сейчас я уже знаю Отлично И его прям Его же этим камнем Видели, да А ну-ка Этого И этих можно Так это вообще Изи И они И они просто исчезают Тогда все Классно Как классно Его это Его же К камням Пришибает А, во-во-во-во 4.11 Тогда все понятно Да Час игры И я Только что до меня Сейчас дошло Как бороться С этими насекомыми Так Там по-моему Ничего не было И кто-нибудь Мне скажет Как мне добраться До светлячка Да Ребята Вот это Что это за кнопка Кто-нибудь из вас знает Я не знаю Что это за кнопка 100% Как-то можно будет Ее сделать И Смогу вон туда Вон забраться А туда забираться Нам 100% надо Потому что там Вон там Наш светлячок Видите, да Хм Интересно 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 Сейчас В домик Сходим Посмотрим Что там И на этом Прекратим Ребята Это Просто Восхитительно Аккуратненько Главное Не упади в воду Опа Уже Нельзя было Сделать Еще вот здесь Вот эту дорожку Так Не ломись В дом Я вас умоляю Открывай Не ломись В дом Мне теперь Реально интересно Что там И там Слышите, да Когда я сюда подхожу Звук такой Хм Там что-то действительно Есть стоящее В этом доме Ребята Нужно будет Обязательно Каким-то образом Это все найти Что там в доме Не то, что там в доме А как в этот дом Зайти Сейчас мы еще Здесь по периметру Вот это все Отбежим К чему нам Вот это сделано Просто так Там вот всякие Ништяки Еще можно Подобрать Да Здесь я помню Сальто Я помню Что внизу Ничего не было Подбираем Смородинку Там снизу Ничего нету Нет Я снизу уже посмотрел К сожалению Ничего не было Там у нас тоже Ничего не было Да Снизу А, только вот эти Но я их тоже С собой заберу Потому что Ну нафиг Никто не останется В живых Вот так вот Может быть даже За это нам Очки какие-то дают Кто знает Мало ли Отлично Отлично Ай-яй-яй-яй Звук такой Так Оу Не смог Ну да ладно Так Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Отличненько И вот этого Отличненько И подбираем Его Ништяки Класс И Ребятки Я думаю Вот на этой ноте О Помните Да Я сюда не мог Добраться С самого начала Помните Сейчас там появился Трамплин То есть Метродвейня Ребята Что могу сказать За этот час Мне игрушка Очень-очень сильно понравилась Это стопроцентный Кандидат Даже вот после того Как я сейчас все выключу Завтра может быть Или послезавтра Когда у меня будет свободное время Конечно же Начну Или продолжу Проходить игруху Тамарин Я если честно Думал Ребятки Скажу Вот Кладя руку на сердце Что будет немного хуже То есть Как всегда Знаете Скрины Приукрашены Трейлер Прикольно сделан Но игрушка будет так себе Нет Именно опять же Подтверждается Моя вот эта вот Знаете Моя практика То есть Пока ты сам Игру не попробуешь Никакие скрины Никакое видео Никакие-то друзья твои Кто тебе будут Рассказывать о играх Никто не сможет тебе Описать Или так Игру Я не знаю Представить Как ты сам Ее Пощупаешь То есть Прежде чем Ты не пощупаешь Игру Ты не Почувствуешь Что это такое То есть Очень рад Что я все-таки Наткнулся на эту Замечательную игру Тамарин Обалденная графика Могла бы быть и в 4К Если бы Вышло какое-нибудь Обновление для Xbox Series X Или На прошлом поколении Для One X Было бы четко Но нет Здесь к сожалению Игруха Идет Я не знаю Может быть в 1080p Апскейл идет Конечно же на 4К Но очень-очень Плавные 60 кадров И это самое главное Обалденная Как вам сказать Боевая система То есть Опять же повторюсь Кто играл в Headhunter 2 То вы прекрасно понимаете Что вас здесь ждет Плавно Интересно Круто Обалденная музыка Мне понравилось все Честное слово Реально Ребята знаете Вот как говорят 5 баллов Или там 10 из 10 Ну действительно Вот в это я хочу играть Сколько я новых игр Сейчас понакупил Заинсталлировал И ни в одну Я не хочу играть Так как в эту Например Ни какой-то Dying Light 2 Ни какой-то Horizon Forbidden West Нет Охота вот Вот в такую вот играть Так что ребята Обязательно Знакомьтесь С маленькими Неизвестными играми И поверьте мне Вы будете натыкаться На реально Жемчужины Игровой индустрии Про которые Вообще Никто не знает Ребята Всем всех благ Увидимся В следующих видосах Чао Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому